всем привет меня зовут юрий и мой сайт блог так называемый tiktakmir.com а спонсор нашего выпуска можно сказать поставщик проекта магазин японских часов ttmwatch.com и сегодня вам расскажу про модельку семейства protrek это prw6600 относительно новинка очень неплохие часы и давайте смотреть на них поближе на две модельки мы с вами сегодня посмотрим одна на зеленом нейлоновом ремешке и другая на черном каучуковом ремешке индекс той модели что с ремешком prw6600 yb3e и моделька на нейлоновом ремешке называется 6600 y1e новый модуль 5571 это solar multiband 6 и тройной датчик давайте подробнее поговорим с вами и посмотрим на эти часы скажем так изнутри про техническую часть чуть позже расскажу мне понравился здесь корпус безель это кусок стали очень такой приятный добротный выглядит очень и очень хорошо кнопки по бокам пластиковые 4 штуки заводная головка так называемая конечно не так называть можно скажем с большим огрехом это по сути smart access просто дополнительный вариант управления механизм он сделан из стали ремешок каучуковый и мне здесь что нравится друзья между дужками мы с вами видим крепление ремешка и такой что ли карабинчик если его отодвинуть то можно с легкостью самому вытащить ремень и поставить любой другой новый оригинальный неоригинальный без разницы между дужками здесь 24 миллиметра имейте ввиду мне это понравилось это есть также и на модельке с нейлоновым ремешком смотрите можно по сути поменять местами вот эти вот ремешки и сделать так чтобы моделька была зеленой стрелкой на зеленом ремешке это все реально это все можно сделать на купить без проблем размеры часов не богатырские скажем так очень хорошо садятся на руку 17 сантиметров такую как моя диаметр стекла составляет здесь 37 миллиметров безель 45,3 миллиметра полностью со всеми выступами 51 на 4 высота отдушки до дужки 54 миллиметра толщина 13 половиной миллиметров еще раз между дужками 24 миллиметра на случай если вы хотите поставить свой какой-то ремешок как я уже сказал на мою руку 17 сантиметров часы садятся очень очень хорошо я считаю даже отлично итак давайте немного поговорим о функционале как я уже сказал модуль 5571 сделан эти часы не в японии что ясно дается нам понять на задней крышке пожалуйста japan механизм и есть у нас один сайт очень достаточно популярный часовой в россии там написано что часы но не то чтобы сделано в японии там написано страна происхождения япония обыватель может подумать что они сделаны японии нет друзья на самом деле они сделаны не в японии имейте ввиду если захотите купить стеклышко здесь минеральная безель стальной задняя крышка стальная корпус такой достаточно хорошо видно что это пластик каучуковый ремешок очень даже неплохого качества и бакля также стальная модуль 5571 так solar multi band 6 то есть солнечное питание от солнечной батарейки 6 месяцев при выключенном режиме сохранения энергии и около двух лет при включенном режиме сохранения энергии проработают они лежа в темноте в темном самом темном шкафу какой есть у вас дома multi band 6 означает что здесь есть радиосинхронизация то есть вы можете синхронизироваться по вышкам в германии в сша в китае в японии и радоваться постоянному времени точному на ваших часах на задней крышке вы можете заметить горы и надпись про трек это не случайно здесь горы моделька вообще создавалась нет а как про трек как линейка для людей ведущих активный образ жизни соответственно которые по лесам любят ходить по горам конечно же здесь есть все необходимое для этих людей и так начнем мы с вами с правой нижней кнопки это альтиметр или высотометр диапазон измерения от минус 700 до 10 тысяч метров над уровнем моря далее кнопка компас легким движением руки мы с вами запускаем компас и можем полностью ориентироваться в пространстве секунда показывает на север левая нижняя кнопка позволяет нам сами запустить барометр диапазон измерения от 260 до 1100 ектопаскалей также здесь есть датчик температуры диапазон измерения от минус 10 до плюс 60 градусов точность одна десятая градуса есть конечно же и рядовые функции такие как секундомер с точностью показаний 1 сотая секунда и диапазоном измерения на 24 часа таймер может обратный отчет запустить от одной секунды до одного часа пять будильников настраиваем их мировое время естественно на всех часах приличных должно быть и радио синхронизации о чем с вами уже говорили 5 мая последний раз они были синхронизированы скорее всего еще находясь в японии все режим текущего времени мы с вами сюда вернулись можно по левой верхней кнопки выбирать отображение как вы хотите либо четверг и день недели дата либо там показания барометра либо в цифровом виде время у нас с вами будет отображаться друзья плавно подходим с вами концу осталось добавить что водозащита 100 метров на часах и вот это вот кнопка не кнопка головка управления smart access она закручивается и нужна на для настройки основных параметров часов то есть вы можете выбрать соответственно город который хотите выбирается он очень просто крутим и стрелочка двигается мы с вами можем выбирать по безелю города какие нам нужны сейчас афины выбраны далее нажимаем на левую нижнюю кнопку значит настраиваем лету зима авто настраиваем звук кнопок настраиваем подсветку автоматическую при наклоне часов включена выключена настраиваем длительность подсветки которая по нажатию на вот эту нижнюю совсем нижнюю кнопочку активируется и также формат времени 1224 функция сохранения энергии включена выключена и собственно говоря все здесь очень симпатичная подсветка она мне понравилась отличный на убирает на метках и хороший лет подсветка также в комплекте друзья на этом будем заканчивать хорошие часы на мой взгляд официальная цена 30000 рублей в российских магазинах точнее в российской официальной рознице но купить конечно же можно гораздо дешевле очень и очень приятные приличные часы я считаю свои денег однозначно стоит плюс давайте выделим первое о чем бы хотел сказать еще раз покажу это легкий демонтаж ремешка такое мы видели с вами в samsung gear s3 наконец-то кассива хоть что-то умное себе тоже переняла не только все у нее воруют второе подсветка очень отличная 3 внешний вид вполне себе приятный приличный хороший размер хорошо часы садятся на руку к минусу мне бы отнес сборку не японскую но это более наверное такой субъективный фактор не всем это важно но к минусам я также отнесу отсутствие сапфирового стекла все-таки деньги но достаточно приличные за эти часы приходится выкладывать и сапфира нет но если бы он друзья был то конкуренция серии prw 6000 или 7000 была бы конечно создана просто огромная потому что там ценники в районе 40000 а тут 30 я про официально сейчас говорю соответственно вы сами понимаете что должны были в этих часах что-то сделать да похуже без или с айпи покрытиями имеется риск его поцарапать это не dlc но я думаю столько вам часы не прослужит за сколько вы его поцарапаете уже купите себе что-то новое на этом все будем заканчивать всем спасибо всем всего самого доброго сам замечательного позитива и носите самые лучшие часы всем пока